Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, и сегодня у нас будет очень интересная тема для разговора, потому что мы сегодня поговорим об очень экзотическом для нас видеоспорта, как керлинг. И представим, конечно же, наших гостей. Мария Пудова, генеральный директор Федерации Керлинга Республики, Саха-Якутия, и, конечно же, человек рядом с ней, известный наш телеведущий Петр Говоров, он также является спортсменом, начинающим, видимо, спортсменом. Да, я сам тоже учредителем, считаю, учредителем Федерации Керлинга. Давай так, Степа. Добрый вечер, дорогие гости, здравствуйте. Ну, во-первых, давайте начнем с первого вопроса. Как давно появилась эта Федерация, и вообще, что такое керлинг? Ну, вообще, керлинг – это шотландский вид спорта, да, изначально он был, появился в Шотландии, а Федерация наша, да, появилась в прошлом году. Ну, официально на бумагах она появилась в 2015 году, в декабре, но активно она начала работать с мая 2016 года. Мы прошли аккредитацию, спортивную аккредитацию при Министерстве спорта Республики Саха-Якутия. Потом, в сентябре, получается, вышел приказ о том, что мы являемся спортивной федерацией региона. Тоже был приказ, и, получается, вот приказом Министерства спорта уже России прошли государственную аккредитацию. Ну, здорово, да? А вообще, чья инициатива это была? Да, и сколько человек сейчас занимается керлинг? И вошла от президента федерации, да, Лыткина Виктория Валентиновна, она молодой предприниматель, молодая мама, она живет между Москвой и Якутском, вот, и, получается, через... Ее пригласили, на самом деле, работать в Олимпийский комитет Российской Федерации, вот, и по этой связи ей посчастливилось, как бы, да, открыть... Ну, ей предложили, получается, да, открыть региональное отделение у нас в республике Саха-Якутия. Ну, и она, как бы, ей понравилось это предложение, да, и открыла здесь вот эту федерацию, оформила, получается, на нашем регионе. Ну, то есть керлинг только начинает свои первые шаги, да? Да, самые первые шаги, самые первые истоки, получается, да. А сколько человек занимается керлингом? На данный момент у нас. Да, сегодня. Ну, на данный момент у нас, как бы, у нас, получается, группа таких энтузиастов, да, которые пытаемся продвигать этот вид спорта здесь, в республике. У нас, основной состав нашей команды, вот, нас пять человек. И, получается, есть своя группа у нас в WhatsApp, да, где мы сейчас собираем активно людей, которые хотят вообще заниматься керлингом в будущем, да, хотят привить своим детям этот вид спорта тоже, да, с родителями тоже общаемся. И, конечно же, мы сейчас вышли на улусы, потому что в улусах у нас также играют в этот вид спорта. Мы знаем, это в Сунтарах играли, играли в Момском районе, играли в Намском улусе тоже, да. Ну, так на любительском уровне начинают, да? Да, на любительском уровне, да, ну, реально вот эти... То есть у них нет инвентаря, они сами все изготовили и играют. Да, и они прям такие энтузиасты, да. Ну, это в Тикси вот показывали, да, в Тикси были соревнования, там, да, играли прямо с мисками. Ну, конечно, мы будем работать над тем, чтобы играли уже на хорошем уровне. Хорошо, Петр, ну, расскажите тогда для людей, которые вообще даже не знают, что такое керлинг и суть вообще этого вида спорта, и вообще, основная цель какова? Смотри, да, интересно, можно сразу на Т, да, получается, да? Мы все молоды, да, оптимистичны. Керлинг, знаешь, такой вид своеобразный, все-таки он экзотический, как сказал Степан. Там любой человек может заниматься, любой возраст, то это неважно, если тебе там 10 или 7 лет и заканчивай 100 лет. Например, я скажу, что в команде Швейцарии есть 80-летние мужчины, которые до сих пор играют в керлинг. Вот интересно как. То есть за национальную сборную играть даже? Можно, нет, еще уже нет, уже не за национальную сборную. Любительские, то есть там еще подразделяются международные, еще турниры проводятся среди любителей керлинга. А у нас в Якутии, он, знаете, как хорошо, да, получается, люди очень хорошо встретили этот вид спорта и со всех сторон, из разных районов, улусов, развивают этот керлинг. Есть интерес, да? У себя. Да, есть интерес. Интерес большой. Да, и тем более это зимний олимпийский вид спорта, поэтому как бы не простой вид спорта, а олимпийский. Это действительно очень важно, я думаю, что перспективы у вида спорта. Скорее всего мы увидим, увидим, увидим. Ага, скорее всего, возможно, у нас будет сборная, да? Конечно, мы над этим будем работать. У вас уже есть пять человек, да? Ну, сразу мы не будем говорить, да или нет, но посмотрим, посмотрим, время покажет. Ну и расскажите, пожалуйста, суть вообще игры. Я знаю, что в команде четыре человека, верно? Да. Суть в чем? Ну, в команде, может быть, на самом деле, от пяти до восьми человек, в принципе, могут играть, да? В зависимости, профессионалы или любители. И делится, как бы, олимпийский, в олимпийскую программу, получается, да, керлинг, он вошел, как, еще есть микс керлинг, ага. То есть там, то есть есть дабл-микс, где играют мужчина и женщина, да? И есть и женская, и мужская, как бы, команды, да, играют. Там, может быть, и по четыре, по восемь, ну, до восьми человек может играть, ага. Вот. И сейчас, вот, получается, всемирная федерация керлинга, они пытаются в олимпийскую программу включить и микс. Микс, ага, в миксте, получается, играют мужчины, двое мужчин и две женщины играют в одной команде. Это намного интереснее смотреть, на самом деле, как бы, мы проводили вот в декабре месяце мастер-класс по керлингу, да, приглашали олимпийского, ну, не олимпийского. В будущем, может быть, олимпийского, да, Александра Орлова, он сам тренер, главный тренер, если нет, а национальный тренер сборной Республики Беларусь по керлингу, да. И, получается, что он там... О, в Айле и Бутере мы делали мастер-класс. Да, мастер-класс, да. Около двух дней приходили люди и тренировали будущих тренеров, которые будут тренировать уже будущую команду нашу. Да, очень интересно. Насколько я знаю, вы также выезжали, да, учиться керлингу, да. Ну, мы вообще, как бы, в октябре месяце, в прошлом году, да, мы, просто нам самим тоже очень было интересно, да, вообще мы сами воочию не видели и не были на соревнованиях по керлингу, да, и решили посмотреть чемпионат мира в Казани, который был. То есть это уровень уже мировой, да, то есть это был чемпионат мира, были стран, команды из 37 стран, по-моему, да, и действительно мы увидели, как проводятся соревнования уже на таком уровне. И это были соревнования в миксте, то есть как раз вот получается, где играют вот мужчины и женщины, получается. Отсюда возникает вопрос, мы говорим о мужчинах, о женщинах, а насколько развит детский спорт вообще, занимаются ли дети этим видом спорта и разрешено ли им? Все-таки это достаточно тяжелый инвентарь, я так понимаю, да? А сколько, кстати, здесь, да, камень? Примерно 19,5, ну, 20 килограммов. 20, вместе с ручкой, ага, может быть, 20. То есть не подразделяется на детский камень и взрослый камень? На самом деле есть тренировочный. Это этот камень, который вот выставлен, да, здесь вот в студии, он получается оригинальный вообще шотландский камень, который вот нам вручили тогда вот на чемпионате мира в Казани. Да, я знаю, этот камень добывают только на одном острове, да? Да, он в шотландском острове добывает этот гранит, он находится только там, получается, и поэтому... Этот камень, на самом деле, очень дорого стоит. Ну, не будем говорить, сколько стоит. Ну, и оттуда вопрос. Наша генерация оснащена инвентарем, то есть человеку, который, допустим, захочет заняться таким видом спорта, как керлинг, ему необходимо будет приобрести этот камень все-таки изначально или у вас все-таки есть снаряжение? Ну, у нас, допустим, вот нам вручили камни на одну дорожку вот в количестве 16 штук вот таких камней, и получается, это шотландские настоящие камни, да, и они только на одну дорожку. А чтобы проводить соревнования уже на хорошем, ну, на уровне, да, чтобы российские какие-то соревнования проводить, нам нужны 4 дорожки. На двух дорожках, конечно, мы можем проводить какие-то республиканские соревнования, да, или там соревнования по городу, да, вот. А нам надо сейчас оснащать эти дорожки, закупать инвентарь, вот. Ну, мы считаем, что эта задача стоит как бы первостепенно перед нашей федерацией, да, и мы очень надеемся, что министерство спорта также нас поддержит в этом, да. Но, как сказать, есть более, конечно, дешевый вариант, это вот тренировочные камни есть, они, конечно, много дешевле стоят, да, но... На них соревнования... Ну, на них соревнования уже не проводят, ага. Но для того, чтобы дети занимались, допустим, да, мы бы хотели приобрести тренировочные камни, они бывают тоже весом разные, да, допустим, там, для детей может быть весом поменьше. И вот такие тренировочные хотели бы, конечно, закупить, чтобы проводить занятия, тренировки. А вот на таких камнях мы хотим только соревнования проводить, ну, какие-то серьезные уже соревнования. Да, а вот этот инструмент, да, которым, с помощью которого подправляют, насколько я понимаю, да, траекторию... Ну, можно сказать проще, это швабра, можно так сказать, да. Так и есть. Хотелось бы, ну, очень интересная идея, но я подумала... Как-то щетка, да? Щетка, да. Они разделяются на два вида, получается, из кунского волоса и плюс вот такой мочеркутый камень. То есть суть, оно что делает? Оно сглаживает поверхность, дабы камень продвигался быстрее, верно? Быстрее, да. Скорость просто, получается, камня... Человек трет, 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 чтобы сделать водяную пленку и ускорить камень. Да. И на это тоже нужно, наверное, определенное время, да, чтобы понять. То есть там же подразделяется, или человек должен уметь и натирать, и вот правильно подавать камень. Или все-таки это разные два совершенно направления спорта? Нет? То есть это один счет? Нет, но это все равно в команде все это делает. В команде, то есть все равно. А насколько энерго, скажем, затратно это занятие, да? Мы попробовали, вот был у нас мастер-класс, вот мы говорили об этом, да, в декабре, и вот нам Орлов, наш, ну, тренер, получается, который... Перебью, да? Вначале все люди думают, что легкий вид спорта. Вот-вот, я только что... Все думают, что там сложного, да? Взял камень и не толкает, да, как говорится? Другой камень бросает. Ну, это не так, я сам попробовал, попробовал, это просто усилие, ягодицы, ноги, руки, грудь, все болит. А всего лишь пять подходов было, а Орлов делает около ста подходов. Вот так вот. То есть в физической форме надо себя держать обязательно, да? Да, надо вообще быть очень выносливым, на самом деле, выносливость играет очень большую роль. Психика, уверенность, координация. Да, психическая устойчивость. Здесь физическая возможность, это я просто неправильно делаю, силой, как обычно, да. А если ты знаешь технику, то, конечно, легче. Технику надо вырабатывать. То есть здесь еще, наверное, нужно быть сдержанным, да? Работа в команде обязательно. Расчетливым, да, хладнокровным. Потому что, ну, не зря же говорят, это шашки на льду, да? То есть это надо стратегически думать, как этот камень пойдет, какой он камень собьет. И должен до мишени же дойти, получается, этот камень. Если проще взять, это дартс на льду. Шашки, да? Шашки. Очень интересная тема у нас сегодня для рассуждения. Но нам необходимо еще... Можно еще шахматы добавить туда. Да вы что? Итак, мы поговорим чуть позже. Продолжим разговор о таком виде спорта, как керлинг. И снова здравствуйте. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». Напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вы захотите позвонить к нам в студию, вам достаточно будет позвонить по номеру 42-38-97. И сегодня мы говорим о таком виде спорта, как керлинг. Да, когда у вас будет такая возможность, да, спросите у руководителя федерации керлинга, да, интересующие вас вопросы. Итак, мы продолжаем наш разговор. И раз уж мы заговорили об инвентаре, да, я так понимаю, что обувь тоже, да, здесь очень важна. И она тоже, я понимаю, специфична, да? Да. Вот, Мария, расскажи, пожалуйста. Ну, обувь называется слайдер. Надевается на левую ногу. Вот. Вот тут она полностью получается из пластика, да, и она скользит по льду. Да, вот этой белой подошвой получается. А на правой ноге обычная обувь. Там получается антислайдер, да, то есть антислайд, то есть не скользит, да. Правая нога не должна скользить, левая должна, получается, да. И вот Петр может показать выпады. Выпады. Ну, выпады. Как можно выкатить камни. Ну, я не буду одевать, потому что я вон там, извините, пожалуйста, дорогие телезрители, я встану и в гипсе, не смотрите, не обращайте внимания. Да, Петр у нас... Так, ты комментируй, я думаю. Беру, получается, сначала... Небольшой травмой, да. Да, одевает спарлайдер. Ну, 20 килограммов. Положим аккуратно, потому что повредить мы не должны. Камень. Камень, он у нас двухсторонний, да, шотландский. И получается мы... Ну, двухсторонний, имеется в виду и с верхней, и с нижней стороны. Как угодно мы можем, как бы... Просто ручку можем менять. Так, я готов. Мария, рассказывай. Да. На левую ногу он одевает слайдер. Вот здесь, вот левая нога. Да. И показывай выкатывание камня. Выпад, как Мария говорит. Ну, называется выпад. Но я не буду толкать. Просто покажу. Когда выпускаешь камень, называется релиз. А что у нас сзади находится, Мария? Сзади у нас колодка находится, откуда мы отталкиваемся. А колодку мы обычно меняем, правильно? Колодку, да. Да. Меняем. Хорошо, вот я отталкиваюсь. Четко, он держит, получается, ну, как бы баланс держит. Ага. Угу. Вот. И, получается, сейчас отталкиваешься правой ногой. И помнишь, что говорил Александр Орлов, наш тренер, получается, национальной команды Беларуси, сказал, что можно прямо смотреть, а можно, конечно же, чуть-чуть на время, да, получается, на два часа, как говорится, по времени. То есть повернуть в эту сторону. Ручку, да? Ручку, да, получается, и камень. И тогда от этого зависит дуга, которая образуется, когда камень скользит по льду, да. А лед, он у нас, получается, непростой лед, да. Он должен быть, конечно, идеально прямым. И мы должны сверху перед игрой побрызгать водой, да. Для этого специальная лейка нужна, с специальной такой головкой, да. И появляются такие пупырышки мелкие. Получается, за счет этих пупырышек, да, получается, этот камень, он набирает скорость. А с щеткой мы трем для того, чтобы скорость еще больше была. Потому что длина нашей дорожки составляет где-то 45 метров. То есть это очень, на самом деле, длинная дорожка. Это надо, чтобы камень дошел до мишени. Вот. И от направления ручки, как мы подаем, да, получается, нашу ручку, зависит, какую дугу делает камень. С правой стороны, с левой стороны. То есть он не идет прямо, да. Он не идет прямо, да. Он крутится и делает дугу. Вращается, да. Вращается и делает дугу. Ну, если сбоку показать, получается, если выпад, то нога должна быть вот примерно так. Да. То есть нужна очень хорошая растяжка, да? Да, но у меня такой уже нет, извините. Видимо, достаточно сильные ноги, да, будут. И, во-первых, вот это, получается, правая рука, она очень сильно развивается в этом виде спорта, на самом деле. Ага. Ну, а вообще... Правая рука. А если левша, то, возможно, тоже участвовать? Ну, левша, я не знаю, даже это надо. Проблематично, да, наверное? Ага, подумать. Подумать. Ну, сами хотите попробовать? Нет, спасибо. Спасибо, да. Так, давайте. А скажите, пожалуйста, вообще, кто придумал всю эту историю, скажем так? Так, вы сказали, что в Шотландии, да, изобрели этот вид спорта, да? Откуда оно появилось? И чуть-чуть, может быть, историю расскажете этого вида спорта. Это же достаточно древний вид, я так понимаю, да? Забава такая народная, наверное, да? Древний вид спорта, да, где-то в 15-16 веке, даже в 15-м нашли камень, датированный 1511 годом, да, в озере. Они играют на озерах, да? Да, они играли на озерах, на реках, вот, и прямо щетки у них были простые, как наши обычные швабры, вот, таким образом они играли. Но правила, они установились в 19-м веке, вот, с 19-го века правила по керлингу, они не менялись абсолютно. А насколько популярен этот вид спорта, раз он в программе Олимпийских игр, значит, все-таки достаточно много стран и много спортсменов, да? И вообще, самые-таки популярные страны, у которых это уже, наверное, один из самых популярных видов спорта. Ну, конечно, это Дания, Швеция. Канада. Скандинавские страны, да? Да, скандинавские страны, вот, Дания, Швеция, Шотландия, Англия, да. У нас, допустим, керлинг впервые появился в Санкт-Петербурге. И, как бы, получается, прародители наши, да, именно в России, они живут там, там очень много мастеров спорта по керлингу, да, и школа там тоже такая основательная. Ну, и в Москве, конечно же, наша федерация, президент нашей федерации, Свящев Дмитрий Александрович, тоже они все в Москве. Ну, вот, самое интересное, что основные команды, например, сборные команды России и других стран, они используют такие фразы, вот, самое главное, вот, самые озвученные, которые можно услышать на телеэкранах передач различных. Да, в спортканалах. Они обычно кричат такие слова, как «тереть», «быстрее» и «хватит». Вот три слова. А самое использованное, использованное, да, получается, используют, ну, обычно используют это слово, это английская фраза, если я не ошибаюсь, «take up». То есть... То есть... «Take up»? Да, «sleep». «Sleep», да. Просто, получается, «выбиваем камень». Перевод такой. То есть, в принципе, там даже и слов-то мало, да? Да. Ну, есть, конечно, очень много слов, но обычно не записываются. То есть, команда не обсуждает. И спорта, он такой сдержанный, да, то есть, там болельщики не орут прямо так сильно, да, и все проходит очень даже тихо и спокойно, на самом деле. И мы об этом убедились, да, вот на чемпионате мира в Казани. То есть, не принято. Все было очень спокойно. Допустим, как, наверное, в теннисе, да? Да. Тоже там не принято слишком громко выражать свои эмоции, да, чтобы не мешать спортсменам, не выбивать из себя и так далее, да? Хорошо. А ближайшие планы вашей федерации? Ну, ближайшие планы. В этом году, получается, наша федерация включилась в календарный план Министерства спорта. И два мероприятия мы планируем провести. Это в марте месяце и в ноябре. Хотим провести соревнования, но какого уровня будет, ну, мы посмотрим, да, зависит от количества участников. Но очень надеемся, ну, и, как бы, в принципе, сейчас у нас уже желающих очень много, надеемся, что пройдет нормально. Но отсюда возникает вопрос, где вас найти, где проходят ваши тренировки и как часто? Ну, по поводу наших тренировок, да, у нас инвентарь имеется сейчас на одну дорожку, то есть мы, конечно, можем начинать тренировать уже, по идее, да, Но вопрос сейчас у нас решается на уровне Министерства спорта Республики Саха-Якутия. И насчет выделения часов тоже они решают. То есть мы, конечно, не хотим там, чтобы у других видов спорта, да, убирали их часы, да, и нам эти часы давали. Мы, конечно, этого не хотим. Мы хотим как-то по-обоюдному, по-мирному, как-то, чтобы нам выделили хотя бы, не знаю, два часа тренировок в неделю. В общем, достаточно сложно, что, учитывая то, что у нас только один каток, да, вот, в принципе, или Ботур, было бы хорошо, если бы у нас их было чуть побольше. Потому что я, насколько я знаю, там занятия, там, практически днем и ночью расписаны, да? Да, мы знаем. То есть вот одна из таких глобальных проблем вашей федерации, это наличие, да, вот именно времени на льду. А возникает вопрос, а повеснее возможно ли заниматься этим видом спорта на улице? К примеру, на катках, которые у нас в городе достаточно неплохо работают. Практиковали ли вы такое? Ну, да, можем, конечно. У нас в плане есть тоже такое, да? В плане, конечно, есть такие мероприятия провести, ну, весной получается, да, но на озерах, ну, мы, во-первых, сейчас вот бережем наши вот эти камни, да, то есть нам нужно, чтобы они были, находились в нормальных условиях, вот, и как только у нас появятся тренировочные камни, которые более практичные, да, в использовании, вот, возможно, ими будем заниматься на озерах. Если получится, конечно... Проводить соревнования, да, и так далее. Да, проводить соревнования. Мне кажется, они должны, ну, могут иметь успех, мне кажется, да, потому что на улице, на катках, постоянно много молодежи, мне кажется, люди должны уйти. В зависимости еще какой лед получается там. Да, там, на озерах, там, конечно, нужно, чтобы лед был прямой, но это, наверное, зависит от того, кто делает каток на озерах. Ну, мы посмотрим, будем с ними отрабатывать тоже. Для знакомства мы можем сделать такое. Соревнование получается такого уровня, просто ознакомительного, только так. Да, ведь вы всего, у вас федерация существует буквально год, и, наверное, мало кто вообще знает о том, что у нас такой вид спорта есть. Возможно, в программе олимпийских игр видели его многие, а вот мало кто, наверное, знает, что у нас в Якутске он существует, и возможность хотя бы попробовать и посмотреть. Мне кажется, у вас будет актуально, да, это по весне вот совсем скоро. Да, мы пока новички в этом деле, но мы будем стараться и развиваться. А, Петр, расскажи, пожалуйста, да, вот, а как ты занялся этим видом спорта? Я знаю, что ты вообще спорта неравнодушный человек, да, а как ты пришел в керлинг, и Мария, то же самое, да, как вы решили увлечься вот этим видом спорта? Ну, большое спасибо, конечно, нашему президенту, федерации керлинга, это Виктория Лыткина, она нас всех познакомила и дала такую идею, толчок развития, первый шаг, что надо для этого делать, и мы начали развиваться. Сначала, конечно, мы не верили, это невозможно, думали, как это у нас в Якутии развивать керлинг? Да, да, вот мы же никто, как бы, не занимался этим видом спорта, а вот Виктория, у Виктории сын занимается в Москве, в керлинг-центре, получается, и он, как бы, уже знает эти азы, он занимается уже, как бы, серьезно уже занимается, да, поэтому она уже этим загорелась, вот она приехала и собрала эту команду из пяти человек, да, и, получается, нас всех тоже заразило керлингом. Мне кажется, это замечательный пример того, как, да, что просто инициатива одного человека привела к созданию федерации в нашей республике, это очень здорово, ну, с такими энтузиастами, как наши гости сегодня, мне кажется, это было достаточно, наверное, легко и просто, да, но, а вообще, скажите, пожалуйста, ближайшие вот планы, вы сказали, у вас будут два, хотите провести два турнира, да, а как же насчет вот детского спорта с ребятишками, может быть, и мастер-классы какие-то для детей все-таки в ближайших планах есть? Конечно, конечно, обязательно. Потому что телезрители обычно интересуются именно темой детского спорта, куда отдать ребенка, а вот в такой узкий такой прям вид спорта, ну, направление такое интересное было бы. Ну, насчет детей, конечно, мы, во-первых, для детей мы хотим начать эти занятия проводить, на самом деле, да, конечно, ага. У нас, к сожалению, заканчивается время. И мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И вторую часть нашей программы мы посвятим деятельности такого предприятия, как Академии национальных видов спорта, которая появилась в нашем городе буквально около полугода назад. Что же это такое и чем они занимаются, мы узнаем прямо сейчас. Да, действительно, очень интересное и громкое, скажем, такое название, да, вывеска «Целая Академия национальных видов спорта». И для того, чтобы объяснить, что это такое, да, мы пригласили в нашу студию патриарха якутского спорта, человека известного Валерий Пантелеймонович Кочнев, руководитель этой самой Академии национальных видов спорта, профессор, доктор педагогических наук. И рядом с ним Михаил Михайлович Ершов, начальник отдела программно-методической и аналитической работы Республиканского центра национальных видов спорта «МОДУН». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос к Валерию Пантелеймоновичу. Расскажите, вот полгода буквально появилась как Академия, а основные задачи и цели? Уважаемые телезрители, мы открыли Академию по национальным видам спорта, и к нам поступают уже вопросы. Что же такое Академия и чем она занимается? Вот поэтому я хочу вам объяснить, что в нашей Республике сейчас, в данное время, два института физической культуры, Чуроптинский и Северо-Восточный федеральный университет, и три специальных, средних специальных учебных заведений по физкультуре. Выходит, что пять учреждений у нас есть, и вдруг, понимаешь, мы открываем Академию национальных видов спорта. Вот в этом отношении я должен вам объяснить. Значит, наши институты и средиучивные заведения в каждом выпуске, каждый год, они выпускают примерно 200-230 специалистов в области физкультуры. Это учителя, тренеры и организаторы физкультурного движения. Таким образом, они полностью нас обеспечивают специальностями нашей школы, средние специальные учебные заведения и детские дошкольные учреждения. Так, поэтому наше физкультурное движение богато, значит, и специальностями, и учреждениями учебными, и стоит на очень высоком месте в российском регионе. Так, ну что будет заниматься Академией по национальным видам спорта? Она, значит, будет называться таким образом. Это автономная, некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. Вот это. Что она будет делать? Это первая подготовка специалистов в области национальных видов спорта. То есть, те люди, которые, значит, окончили институты, средние учебные заведения у нас по физкультуре, работают очень долго. 20-30 лет, даже 40-50, даже за 60 лет работаясь. То есть, это такая школа для учителей, да? Так, знания все-таки, конечно, устояли, так и мы должны, значит, их обновить, так, и, конечно, оснащать их новыми знаниями, которые, значит, в настоящее время требуются для учителей и физкультурных работников. Вот такая наша главная задача. Да, Михаил Михайлович, вам слово. Сколько уже, может быть, у вас было учеников, да, в академии, да, и какие основные цели и задачи перед академией? Ну, во-первых, я скажу, что мы со дня создания нашего Центра национальных видов спорта в рамках своего государственного учреждения мы сразу открыли общественное такое движение. Это педагогическая мастерская по подготовке, по переподготовке и учителей физкультуры, и работников, организаторов физкультурного движения по национальным видам спорта. И, естественно, вот по этой линии у нас достаточно было много проведено семинаров там и так далее, но единственный недостаток вот этой организации было то, что мы не имели права выдавать какие-то там сертификаты определенного образца там и так далее, да, ну, мы помогали, но, как бы, получается, без каких-то, ну, без бумажки у нас, как бы, получается, особо результатов не было. Вот, и, естественно, вышла такая потребность, что мы сейчас достаточно приобрели большой опыт проведения, у нас есть уже утвержденные программы переподготовки и так далее, и решили вот переквалифицировать вот эту педагогическую мастерскую в Академию национальных видов спорта, которая вот будет иметь лицензию на образовательную деятельность. А скажите, пожалуйста, а кто создает эти программы и, соответственно, кто обучает уже? Педагогический коллектив нашей Академии очень высококвалифицированный, так, когда мы открыли, уже люди сами уже изъявили желание работать с нами вместе в этой Академии. Составить, значит, три доктора наук, это уже высококвалифицированный, так, несколько, значит, заслужил тренеров, так, мастеров спорта. Поэтому я скажу, что коллектив наш очень такой высококвалифицированный, и думаю, они будут работать, конечно, в этой Академии очень хорошо. А какие планы, да, сколько слушателей, сколько семинаров, лекций и так далее? Да, ну, мы начинаем только вот с 2017 года, у нас план на 2017 год, первый большой у нас семинар будет запланирован в конце февраля месяца. Ну, у нас такие семинары обычно рассчитываются на 72 часа, ну, чтобы мы могли выдать лицензию, то есть сертификаты. Карты, да, и поэтому-то она распределена, там очень много насыщенной программы, и все здесь рассказывать, наверное. Ну, я должен дополнить, что когда мы проводили, вот, открылась, то есть педагогическая мастерская, мы когда проводили семинары, конференции, мастер-классы, очень довольны были наши слушатели, они всегда говорили, когда будет у нас следующий семинар. Таким образом, видимо, авторитет перед мастерской был, так, и мы продолжаем. Почему, значит, академия, сейчас наши виды спорта, национальные виды спорта вышли за пределы нашей республики, на международный уровень. Так, и когда мы выступаем, значит, на чемпионатах мира, Европы, так, и России, уже наши спортсмены проигрывают по некоторым веселым категориям. Поэтому, значит, нужно иметь новые представления, новые методы для подготовки спортсменов. Вот в этой стиле как раз мы открываем эту академию. Да, действительно, а насколько, скажем, успешны выпускники вашей академии? Да, я думаю, что много, наверное, тренеров, да, известных достаточно людей у вас, наверное, проходили учебу, да? Еще раз повторюсь, да, 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 это была педмастерская. Да, ну, в педмастерской, да, почти, ну, выпусков, очень много выпусков у нас. Примерно около 500, так, по нашим, значит, отчетам, человек 500 получили переполготовку в нашем педмастерской мастерской. А вот академия, я говорю, вот первые у нас такие основные люди будут, пройдут в феврале, потому что мы сейчас готовили программы специальные, вот, и вот сейчас после этого будем проводить. А скажите, пожалуйста, а как вы задействуете УЛУСы? Ведь не у всех наших учителей именно физической культуры есть возможность, да, приехать и посетить мастер-классы ваши, именно здесь, в вашей академии, выездные. Может быть, у вас есть какие-то, да, планы, или это еще только в планах? Это только в планах, да. Ну, бесплатно никто не работает, это нужно знать. У нас эта академия открылась в августе месяце, утвердили так открытие. Мы просто так не сидели, а провели, начиная, значит, с сентября месяца, два крупных таких соревнований среди дошкольных учреждений, детских садов. Это впервые в нашей республике были проведены вот эти соревнования. Но это, я просто когда проводил эти соревнования, с душой стоял, как дети, значит, участвуют в спортивных соревнованиях. Это вообще, если вы придете, посмотрите, скажете, что это наша смена. Есть хорошие спортсмены, это два мы провели. После этого среди работников дошкольных учреждений провели большой семинар. Так, большой семинар. Так, и этот семинар тоже. В течение трех часов мы провели семинар, и преподаватели детских учреждений сами показывали, какие, значит, упражнения, и что они проводят. Так, что там было все показательно и очень хорошо. Да, Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, в плане научной литературы, методики обучения, насколько оснащена наша академия? Я думаю, что наша республика в плане именно национальных видов спорта, я думаю, что одна из лучших в России. И в мире, скажите. Да, может быть, даже и в мире, да. Мы добавляем в мире, да. Ну, у нас есть в Центре национальных видов спорта, есть библиотека именно по научным трудам по национальным видам спорта. Мы их копим, мы, естественно, и в электронном варианте, и в бумажном варианте. Все новое, то, что у нас по методике по национальным видам спорта, мы же со всеми этими тренерами контактируем. И все в УЛУСах в основном наши тренера, которые вот через наш отдел подготовки спортивной резервы работают. Поэтому мы как отдел программы методической работы, мы, естественно, прослеживаемся. И, естественно, требуем от тренеров, которые у нас успешно работают, естественно, документы, методики, программы и так далее. Это все мы собираем и из них разрабатываем сами программы, которые мы занимаемся с августа месяца. Вот до февраля месяца мы еще заканчиваем и уже будем делать наши семинары. В нашем плане, вот если в этом году, в 17-м году... Валерий Ельманович, у нас просто заканчивается эфирное время. Мы пожелаем вам, да, обязательно, конечно же, успешной работы в вашей академии. Валерий Пантелеймонович, вам крепкого здоровья. Михаил Михайлович, спасибо большое, что пришли. Также будьте здоровы. А мы увидимся на следующей неделе. До новых встреч. До свидания.